Добрый вечер, уважаемые любители шахмата. Благодарю Яна Непомнящего и Евгения Томашевского за увлекательный комментарий 10-го тура, за мастер-класс по эншпилям. И перехожу к обзору партии тура. Конечно, здесь мой выбор не мог не пасть на победу российского шахматиста Андрея Есипенко. Пусть его соперник помог ему одержать эту победу, но без помощи наших соперников порой не случаются победы. Это этот случай примерно такой же. Ну, давайте смотреть, что же там произошло. В этой партии Е4-Е5, Конь Ф3-Конь С6, С4-Конь Ф6, Д3-С5 и был разыгран дебют 19-го века в матчах на первенство мира. Например, тогда это еще не были матчи на первенство мира, но Гунсберг, Чегорин, Ласкер, Стеннис, какие-то такие партии приходят на ум. Х6-Конь Е3 и дебютная часть как-то быстро пролетела, фигуры быстро поменялись, не происходило ничего такого сверхъестественного. Белые не стали рокировать в длинную сторону, как, например, порой играли в 19-м веке ферзь Д2-3-0. Х3, все достаточно академично. Черные разменялись на Е3, затем белые на Ф6, слона белопольного тоже черные съели. Ну и возник такой вот мительшпиль, и все, казалось, идет к тому, что еще пару разменов, и партия закончится в ничью. Однако, однако не тут-то было, и Йордану Ван Форесту пришла в голову гениальная идея с переводом ладьи по пятой горизонтали. Ферзь Б4 сыграли белые до этого. И здесь был сделан ход С5, тоже достаточно резкий, необязательный, как мне кажется, можно было пойти и более крепко С6. Ну, конечно, С5 ничего не портит, разве что поле Д5 несколько ослабляет, ферзь Е4, слон Е6. Ну, при наличии белопольного слона это ослабление, конечно, никак не должно было влиять на оценку позиции. Последовало конь Х4, и здесь логичным бы завершением всего плана черных было бы съедение на Ф1, затем где-то ход ладя Ф8, еще размен пары ладей, и, правда, не сразу, да. И быстрое соглашение на ничью. Ладя Ф7 тоже можно было пойти. Опять же, вот заметьте, вот это ослабление, ход С5, он где-то сказывается. Например, ладя Ф1, ладя Ф1, ладя Ф8. Здесь уже надо понимать, что этот ход не так хорош, потому что внезапно оказывается под боем пешка на Б7. А стоя черных пешка на С6, таких бы проблем не было. Вот один неаккуратный ход пешкой может привести к каким-то маленьким проблемам позиционным, которые затем приведут к непонятным решениям. И здесь последовал ход ладья Ж5. Ну, очень много было сказано в прямом эфире по поводу этого хода. Черные добровольно соглашаются на ситуацию, где ладья выключена из игры. Да, у белых конь стоит на краю доски, но этот конь ограничивает ладью, и черные как будто бы поставили ладью в клетку. Однако позиция настолько крепка, что даже такая позиционная уступка не должна была привести к поражению. Очень интересно ответить на вопрос. После ферзи Ф3, А6, что последовало в партии, Е4, был ли у белых способ выиграть этот Эншпинг? Черные не решились в партии сыграть ладья Ф8. Вот после ферзи Ф8 размена, ладья остается в клетке, но как белым усиливать позицию? Король Ф2, король Е7 хода делаются автоматически. И проблема здесь в том, что после Ж4, в случае Ж4 хода, у черных всегда есть подрыв Х5. И оказывается под ударом пешка Ж4. Ну, а конь Ф3 выпускает ладью из клетки, ладья Ж6. То есть пыталась я немножко подвигать фигуры, пыталась провести Б4, какой-то план с Б4. Но у меня несколько смешно получилось, что пока, если неаккуратно проводить этот план, например, Б4 сразу, то и белая ладья оказывается выключена из игры. Одним словом, не так просто ответить на вопрос, выигрывают ли тут белые. Можно проводить Б4, то есть можно подготовить этот план, сыграть С4, но черные должны быть на чеку, где-то пойти слону Д7, взять под контроль поле А4. И, возможно, на доске позиционная ничья, несмотря на такое странное положение ладьи. Однако в партии Ван Форест не решился сыграть ладья Ф8, не решился узнать ответ на этот вопрос во время партии, проигрывает ли он в том менеджменте или нет, сыграл ладья Д8, ладья Ф2, Андрей начал страиваться по линии Ф, а черные, в свою очередь, избрали план на контрыгры с надвижением пешек на ферзевом фланге. Ферзь Е2, А5, ладья АФ1, Б5, ладья Ф8. Здесь можно было попробовать очень красиво разместить пешки по пятой, хотя бы ради эстетического удовольствия так сыграть. Но план, как я уже сказала, черных заключался в надвижении пешек на ферзевом фланге, А4 было сыграно, БА, БА, С4, и здесь черные достаточно серьезную ошибку совершили. Надо было пойти ферзь Б8, таким образом надавить на пешку Б2 и на ладью Ф8 тоже давление создать. Они же сыграли ферзь Е7, на ладью напали, но проблема в том, что так как пешка уже не под давлением черного ферзя, белый ферзь развязан, будет ферзь Ф3, наконец-то строились фигуры белых, и создается очень неприятная идея, которая в партии осуществлена была после ладья Ф8, ферзь Ф8, сыграть ферзь Ф8. Все так же ладья стоит вне игры, наблюдает за происходящим, ладья и конь, они дуэтом стоят и смотрят, что же происходит, друг другу не дают войти в игру, ну то есть конь миссию выполняет, держит ладью в клетке, а вот ладья смотрит на коня и ждет, когда же он уйдет. Но здесь, конечно, после размена ферзей уже ладья белых врывается и по слабостям черных зайдет, и на Д6 съест, и на А4, и на Ц5, в общем, все пешки черных съедят. Поэтому черные решаются на последний контр-шанс, ферзь А5 не ходит в надежде, что белые как-то неаккуратно съедят на Д6, и после ферзь Д2 контр-игры черных будет достаточно для достаточно серьезных проблем. Тут уже ферзь Б2 и пешка А может побежать вперед. Поэтому абсолютно правильно Андрей играет ладья Е2, таким образом профилактика защищает поле Д2. Здесь черные сыграли слон Е6, если бы они пошли ферзь Е1, к сожалению, этот ход здесь ни к чему не ведет, потому что следует конь Ф3 и на ферзь В2 конь Ж5. Поэтому сыграно слон Е6, еще одна ловушка, можно сказать, поставлена, в которую Андрей не попался, он пошел ладья Е2. Вот интересный вопрос, что бы последовало на ферзь Д6. Оказывается, идея черных очень симпатичная, побить на Х3. И вновь черный ферзь не дремлет. Здесь и на Ж, и на король Х3 следует ферзь Е1. И компенсация за слона очень серьезная. Скорее всего, достаточно быстро партия закончилась бы в ничью. Ладья Е2. Ход хороший, но не сильнейший. Здесь на самом деле белые, видимо, могли выиграть достаточно неочевидным ходом Ж4. В чем же идея? Идея в том, что если белые бьют сразу на Д6, следует слон Н3, я уже сказала. Но если, вот как в партии случилось, ладья Е2, А3, БА, ферзь А3, то с той пешкой на Ж4 можно после ферзь Д6 сыграть было ферзь Д6, и слон С4 бы не проходило, ввиду того, что поле Ж3 было под контролем. Вот это главная идея хода Ж4 – перекрыть ладью и ферзя, чтобы защитить поле Ж3. Тоже своего рода профилактика. И как не страшно делать такой ход, он приводил к победе практически немедленно, потому что у белых страшная угроза ферзь Е8, ладья Ф8 есть. То есть, например, если черные просто ходят в ферзь Б6, защищают на Д6, едут ферзь Е8. Если они ходят в ферзь Е1, тоже все под контролем. Конь Ж2 и вновь потом ферзь Е8 и ладья Ф8. И ферзь никак не может напасть на белого короля. Ну, а если А3, я уже сказала, что следует Ба, ферзь А3, ферзь Д6. И в отличие от получившейся примерно такой же позиции в партии, положение пешки на Ж4 делает ход слон С4 невозможным, потому что здесь уже ферзь Ж3 нет. Вот такой вот интересный ресурс, очень сложный, открыть короля, сыграть Ж4, но практически побеждал. После ладья Е2 черные сыграли А3. И здесь выяснилось, что после Ба, ферзь А3, ферзь Д6, как и было в партии, нашлось у черных вот это. Нашелся контрудар слон С4. Можно было попытаться оставить слона на доске, то есть не брать на С4. Но Андрей решил перейти вот в этот тяжелофигурный Эншпиль, понадеявшись, что пешка С проходная. И опять же, до сих пор неудачное положение ладьи помогут ему победить. Но проблема в том, что ладья возвращается в бой, количество фигур, участвующих в борьбе, становится равным. С5, ладья С6, ладья С2, ферзь Д1, то есть какие-то ходы делают черные, заблокировали проходную. Ферзь Ф2, ферзь Д3. Ферзь черных не дает белому ферзю сильно оторваться от ладьи. Ферзь Ф5, ладья Ж6, ладья Ф2. И вот здесь вроде бы контроль уже пройден, 44-й ход, но тем не менее, Йордан Ван Форест очень быстро делает следующий ход и совершает решающую ошибку. Похожий зевок на ход ферзь Е7, который уже был в этой партии. Здесь тоже ферзю надо было несколько дел одновременно сделать. Но, во-первых, надо было обязательно пойти в ферзь Ж3, шах, чтобы прогнать белого короля с поля Х2, заставить его отойти на менее выгодную позицию на первую горизонталь, а также снять контроль над полем Ж3, которое при такой связке является ключевым. Потому что, если ладья, как в партии, попадает на поле Ж3 при поддержке короля Х2, это равносильно поражению. И здесь уже сделать ход ферзь Е3. И вновь, вновь, как нападая на пешку С5, так и держа под контролем ладью Ф2. Почему это важно? Потому что, если белые играют Х4, то здесь уже черные могут смело уйти из-под связки. И ввиду того, что ферзь держит ладью на Ф2, это все ведет к размену. Ну, а на ладья Ф3 ферзь Д2 продолжает черный ферзь атаковать на Ж2. С6, давайте еще посмотрим. Следует ферзь С1. Важно, что король стоит на H1 и ферзь бьет С6. В общем, после этого движения ферзя, ферзь Ж3, ферзь Е3, скорее всего, партия бы закончилась ничью. Однако последовала, как я уже сказала, грубая ошибка ферзь С3. И выяснилось, что, несмотря на то, что белые теряют лишнюю пешку, но вот эта связка, смертельная связка ладьи, не дает черным просто развязаться. Они в полном цуцванге, H5. Ну, естественно, белые не торопятся с взятием на H5. Эта пешка никуда не денется. Усиливают максимально свою позицию. Ж3, король H3, еще несколько усиливающих ходов. И затем с эффектом съедают на H5, съедают на Е5. Ну, и затем следует еще несколько ходов. И черные признают свое поражение, потому что пусть и есть такая фраза, что все ладейники ничейные, но все-таки не в том случае, когда у одной из сторон две лишние пешки. Вот такая вот интересная партия. Ничего не предвещала такой сложной борьбы в дебюте. По выходу из дебюта затем последовала позиционная ошибка. Очень спорное решение выключить ладью из игры, ладья G5. Ну, и черные балансировали, балансировали, но не до конца. Не удержались все-таки. Не удержались. И Андрей Исипенко одерживает победу. Выходит в плюс. Ну, впереди выходной день. Затем три решающих тура. Пожелаем Андрею удачи. И давайте посмотрим на положение участников после десятого тура. Впереди в главном турнире мастерс до сих пор Магнус Карлсон. Семь из десяти. Затем на полочка, буквально в спину дышит Аниш Гири. Шесть с половиной из десяти. У двоих шахматистов по шесть. Затем трое шахматистов по пять с половиной. Ну, у других чуть-чуть поменьше. И все решит. Все решит финиш. Заключительные финальные три тура. Будет интересно. После выходного завтра мы вернемся к вам в эфир с Александром Грещуком. Так что жду встречи и с нашими уважаемыми зрителями, и с Александром. Чтобы вместе смотреть, как все будет складываться в Айканзее на берегу Северного моря. Всем большое спасибо за внимание. Сегодня был долгий тур. Рекордно долгий. Почти семь часов длилась одна партия. Но посмотрим, что нам принесут следующие три. Не болейте, играйте в шахматы. И до скорых встреч.